В рамках 22-й международной конференции Фонда единства православных народов, которая в этом году проходила в сербском городе Пират, члены парламента, в духовенство, журналисты и стран-участниц этого крупнейшего на Балканах церковно-общественного форума совершили паломническую поездку в Древний Соковский монастырь Успения Богородицы. Своими впечатлениями о поездке поделилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Доклады, диспуты, выступления – все позади. После первых двух дней напряженной работы участники международной конференции, в этом году посвященной христианскому осмыслению проблемы беженства, погрузились в автобус и в путь, в монастырь. Пункт назначения – Соковская обитель Успения Богородицы. Древняя болгарская святыня в Сербии, основанная в 7 веке. Отец, на месте. Рад вас видеть. Спасибо вам за прием. Спасибо большое. Благодаря удаленности от главной дороги и величественному природному окружению, густым лесам и близости реки Ерма, Соковский монастырь с первого взгляда пленил гостей, царящей вокруг тишиной, спокойствием и аскетической жизнью иноков в трудах и молитве. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что здесь мы находимся ближе к Богу. И, конечно, это все, близость к Богу, она создана людьми и руками людей конкретных. Монахов и сербов, которые очень любят свою землю и очень о ней заботятся. Очень красиво. Игумен Серафим и братья монастыря гостям несказанно рады. Впервые группа паломников, посещающая их скромную уединенную обитель, представлена столь широко полнотой стран мирового православия. Россия, Греция, Румыния, Иордания, Палестина, Беларусь, Украина, Латвия, Молдова. В монастырском храме путешественники поклонились святому образу Богородицы. Затем отец Теофил Радиславлевич рассказал гостям об истории храма. Историки не исключают возможности того, что на месте монастыря несколько веков назад находился какой-то более древний, раннехристианский сакральный объект – церковь или часовня, ориентировочно построенный в IV веке. Правда, документальных свидетельств об этом нет. А вот о русском присутствии здесь доподлинно известно. Возрождение этой обители наступило в середине XIX века со времени обретения и укрепления государственности Сербии. Но затем новую кровь в эту обитель влили русские монахи, более 20 человек, которые здесь стали насельниками и продолжали подвязаться в этом монастыре на протяжении почти 20 лет. Суковский монастырь известен еще и тем, что здесь совершал свои духовные подвиги один из величайших деятелей сербской православной церкви XX века – архимандрит Иустин Попович. 23 года назад прославленный в лике место чтимых святых и глубоко почитаемый на Балканах. Монахство в Сербии очень крепкое, настоящее, вдохновляющее на какие-то труды дальнейшие. Когда видишь, как люди здесь живут, трудятся, молятся. Это очень важно. И, конечно, для нашей группы, для политиков увидеть обратную сторону жизни. Это такой, знаете, настоящий памятник некого единства духовного, если хотите, даже и культурного, духовного единства России и Сербии. Вот это вот как островок, как мощный источник силы. Мы все очень просто здесь напитали, что называется, силы, энергии, утвердились в своем пути и надеемся, что мы делаем правильное дело. В заключении встречи президент Фонда единства православных народов поблагодарил игумена Серафима за сугубые молитвы о бывших русских насельниках. Помимо Суковского монастыря, участниками конференции Фонда единства православных народов было запланировано посетить еще одну православную святыню Сербии – Темскую обитель.